Уважаемые студенты, тема сегодняшнего нашего лекция «Радиоактивность в нижней среде и формовые обручения населения». План Лекси – понятие о современном естественном радиоактивном фоне и его слагаемость, гигиеническое значение компонентов радиоактивного фона, а третий – формирование фонового обручения населения. Все живые организмы на Земле испытывают влияние радиоактивного фона, слагающегося из естественного фона и дополнительного обручения, обусловленного использованием технических источников и искусственных радиоактивных веществ, рассеянных в окружающих средах. Живые организмы адаптировались к естественной радиации в процессе эволюции. Более того, проведены в последнее время эксперименты с растениями и животными, показатели, что изоляция организма от естественной радиации вызывает в нем замедленные фундаментальные жизненные процессы. Естественный радиационный фон. Общий радиационный фон, воздействующий на человека, слагается из первого – естественного радиационного фона, второго – технологически измененного естественного фона. естественного радиационного фона. Естественный радиационный фон полагается из ионизирующего излучения внеизменного происхождения космического излучения, второго – источника земного происхождения. Космическое излучение. Первичные космические лучи состоят из протонов 92%, альфа – частности 7% и ядер атомов с зарядом более 10%. Космическое излучение происходит от галактических туманностей в результате термоядерных реакций на Солнце. Вторичные космические излучения при попадании на Землю космические лучи взаимодействуют атомами атмосферного воздуха или другими химическими элементами, проводя к образованию фондов, способных и к ионизации других атомов и молекул. С подъемом на высоту отмечены возрастные космические фоны. Так, в районе Чингана интенсивность космического излучения в 25 раза выше, чем, например, в городе Ташкенте. Облучение человека за счет космической лучи составляет около 37 микро-БМ в год. Естественные радиоактивные источники земного происхождения – первые радиоизотопии, входящие в состав радиоактивных семейств, родоначальниками которых являются уран, торы и актиноуран. Второе – генетические дни, связанные с вышеуказанными семействами радиоактивные элементы – калий, кальций, рубиды и другие. Третье – радионуклиды, неперерывно возникающие на Земле под действием космического излучения. Естественная радиоактивность воздуха Естественная радиоактивность воздуха обусловлена присутствием в нем водород, а также иммунитет системы выделения радиоактивных газов, возникающих при распаде дочерных продуктов уран, тория и активное. Радон – как основная составляющая естественной радиоактивности воздуха. Количество радона в воздухе значительно больше, чем других газов. Это обусловлено тем, что период полураспада радона составляет 3,8 суток, а периоды полураспада корона и актиона составляют 54 секунд и 3,9 секунд. Наибольшая концентрация этих газов отмечается в поверхности земли, а также в грунте на глубине до 5 метров. Средняя активность атмосферного воздуха над сушей по радону составляет 3,8 мкл. по радону в 100 раз ниже. Радиоактивность воздуха. В воздухе содержится также водород, белый, кальций, а в результате распада урана, тория и актиноурана и другие. Радиоактивные вещества образуются долгоживущие изотопы полония, висмута, свинца, которые, обладая зарядом, стремятся присоединиться к интернетной пыли, присутствующей в атмосфере. Естественная радиоактивность воды. Метеорные воды, как правило, малоактивные и содержат следовое количество и других элементов, вымываемых из атмосферы. Второе. Радиоактивность подземных грунтов зависит от количества растворами радиоактивных веществ в составе грунта, умываемого этой водой и может колебаться в широких переделах. Естественная радиоактивность воды. В глубоко залегающих межпластовых водах радиоактивность обусловлена присутствуют калии, радии и другие. В воде, используемые для водоснабжения населения урана, содержатся в среднем в количестве 5 грамм литр. Радио – 7,4 бекр литр. Радона – 1,85 бекр литр. Наибольшей радиоактивностью обладают минеральные воды, которые могут содержать до 3,7 бекр литр радио. Радиоактивность ручной воды обусловлена в основном присутствием калии, радиоактивность урана. Причем, содержание калии составляет 3,7 бекр литр урана, 2,3-2 грамм литр радио, 2,2 литра. В таких водоемах, как озеро и водохранилище, вследствие испарения в воде происходит повышение концентрации естественных радионуклеидов. Поэтому концентрация калии может достигать 3,7 бекр литр. Радиоактивность растительного и животного мира обусловлена двумя группами радионуклеидов. Радиоактивные вещества, участвующие в обмене веществ и функционировании организмов, это калий, водород и кальций. Радиоактивные вещества, значимость которых в организме мало изучена, это уран, радио и другие. Содержание в тканях растений и животных калий. Содержание в тканях животных и растений радионуклеидов в первой группе зависит от количества стабильных элементов в организме. радиоактивных в горохе содержится в 65 раз калия больше, чем в сливочном масле. Содержание калия больше, почти, в 70 раз. Радиоактивность организма человека в организме человека встречаются такие же радиоактивные вышества, как и в других элементах биосферы, однако наибольшее значение имеют калий, кальций, водород. Количество этих радионуклеидов, как и в других организмах, зависит от содержания стабильных элементов, которые в свою очередь определяются физиологические потребности организма, источники радиоактивных веществ для организма человека. Основным источником радионуклеидов для организма человека являются пищевые продукты. Вода в этом отношении может иметь значение лишь в случае повышения их активности до значительных величин. Естественный гамма-фон. Помимо поступления в организм естественные радионуклеиды, окружающие среди обусловляют внешнее облучение организма, так как участвуют в формировании гамма-фона. деревни деревни 40 мембер год, кирпичные дома и здания из железобетона 80 мембер год, остинка гамма-фона в соответствии с рекомендациями. Согласно рекомендациям Международной комиссии по радиационной защите и СМИРНОГО здравоохранения, радиационный уровень соответствующий естественному фону 1-0,2 мкс. в час. Признано считать нормальным уровнем уровнем 0,2-0,6 мкс. считается допустимым, а уровень свыше 0,6-1,2 мкс. считается повышенным. Фоновое облучение человека под счет эффективной эквивалентной дозы внешнего облучения за счет космического излучения и естественных радионуклидов показал, что он составляет от 300 до 650 мкс. в год. Доза внутреннего облучения организма человека по отдельным естественным радионуклидам составляет около 1600 мкс. в год. Доза внутреннего фонового облучения в 25 раза выше, чем внешнего. Техногенное облучение человека с момента начала использования они стали применять для диагностики и лечения некоторых заболеваний. В последующем в окружающей среде появилось значительное количество радионуклидов, образующихся в результате. А. Испытание ядерного оружия. Б. Диательность предприятий по переработке и получению расширяющих материалов. В. Диательность учреждений, предприятия и лаборатории, использующих радиоактивные вещества в технологическом производстве. Медицинское облучение человека. Наибольший уклад в дозу облучения населения от антропогенных источников дают рентгенодиагностические исследования. В различных странах число рентгенологических обследований на тысячи человек колеблется от 300 до 90. В Республике Узбекистан в среднем на одного человека в год происходит 1 рентгенодиагностическая процедура. Средняя эффективность эквивалентная доза облучения за счет этих процедур составляет около полтора микро звер в год. Доза облучения за счет предприятия энергетики район вокруг на мазуте 0,05-0,01 мм в год. Доза облучения просмотра телепередач 0,05-1 мм в год. Общее разрывание нагрузки населения Республики Узбекистана за счет радиационного фона. естественный гаммафон 0,8 микро звер радон и продукты его распад 1,2 мм использование ионизирующих излучений в медицине 1,5 мм и так далее. Всего 3,5 микро звер Иридилдозы Иридилдозы это эффективная эквивалентная доза техногенного облучения, которая при равномерном воздействии в течение 50 лет невызываемых изменений в состоянии здоровья у работающих и их потомков и их потомков. Передили дозы устанавливают только для категории А и для категории Б. Для категории В не устанавливается. Население не должно облучиться. Передильные дозы профессиональной деятельности в случае облучения связанного с профессиональной деятельностью служащих передельной дозой облучения является эффективная доза 20 мк в год. Спасибо за внимание. Должение следует... Более. ... Продолжение следует...